Добрый вечер! Сельское хозяйство — это какие-то программы «Время», «Сельский час», «Обмолот зяби», «100 центнеров с гектара» и так далее. То есть это какие-то совершенно странные цифры, какие-то странные словосочетания. И тем не менее, если вот так вот по-честному, то сельское хозяйство — это то, что нас кормит. Во всяком случае, нам бы очень хотелось, чтобы наше сельское хозяйство нас кормило. Мало того, чтобы мы выращивали больше, чтобы это можно было отправлять на экспорт. А на сегодняшний день каково состояние дел в Пермском крае, насколько мы себя обеспечиваем сельхозпродукцией и чего нам не хватает? Очень важный вопрос. И мы в целом, все жители Пермского края съедаем ежегодно продукции, и статистика это все посчитала, порядка на 150-160 миллиардов рублей. Казалось бы, большая сумма. При этом выручка всех наших сельскохозяйственных товаропроизводителей — порядка 18-19 миллиардов рублей. Выручка всех пищевых предприятий — на уровне 40-40 миллиардов. То есть получается 8-10 процентов. Это, если говорить в целом, по продуктам питания всех-всех-всех, включая и алкогольные напитки и так далее. То есть это не то, что выращиваем. Да, вообще, в принципе, все, что мы покупаем, складываем себе в корзинки из прилавков, вот это все, статистикой посчитана, сумма 150-160 миллиардов рублей ежегодно. При этом, если убрать оттуда те продукты, которые мы ни при каких условиях вырастить не сможем, это и сахар, это и бананы, ряд фруктов и так далее, то, соответственно, это на уровне 90-100 миллиардов рублей. То есть вот такие параметры, есть соотношение. Что касается конкретных продуктов по молоку, мы себя обеспечиваем порядка на 80 процентов. По мясу, по всему, там структуры разные же, есть пропозиции. Птица, свиньи, наконец-то. По мясу мы себя обеспечиваем чуть больше, чем на 50 процентов, и в этом как раз ключевая сейчас наша задача. Мы активно вкладываемся в развитие мясного животноводства, вот точка приложения. По картофелю мы обеспечиваем с учетом личных подсобных хозяйств и крестьянских, фермерских хозяйств больше, чем на 100 процентов. А сразу хочу спросить, а в этой структуре частное хозяйство сколько занимает проценты? Если по картофелю, то частное хозяйство занимает 89 процентов. По годам эта ситуация немножко разнится, исходя из условий природно-климатических. Ну вот промышленного картофеля, который выращивается фермерскими хозяйствами и сельхозтоваропроизводителями, всегда на уровне 60-80 тысяч тонн. Это порядка 10-12 процентов. И на самом деле вот предыдущие программы, которые реализовывались, они как раз были направлены на то, чтобы увеличить долю технологичного, конкурентоспособного картофеля, который можно не собирать с нескольких личных подсобных хозяйств, а вырастив, заложив на хранение. Почистить, помыть, упаковать и стандартизированные картофели или овощи. И на сегодняшний момент мы себя больше, чем на 100 процентов обеспечиваем по картофелю, и ряд хозяйств реализуют за пределы довольно-таки активно. А теперь что касается молочной продукции, естественно, там творог, кефир, масло, сыры и так далее. Здесь как? Вот мы считаем молоко и молочную продукцию, тоже статистический показатель, все продукты переводятся в условное молоко, и вот мы по всем молочным продуктам себя обеспечиваем на 80%. Тогда молоко, хлеб? Здесь мы считаем по зерну больше. Рожь, пшеница, мы рожь. Получается, всего Пермский край, с учетом птицефабрик, с учетом свинокомплекса и продовольственного потребления, в общей сложности потребляют порядка 800 тысяч тонн в год. Вот плюс-минус тоже, исходя из продуктивности и так далее. Выращиваем мы своего зерна на уровне 400 тысяч тонн, в этом году чуть меньше, но вот задача, которая ставится перед Минсельхозами, перед сельхозтоваропроизводителями, губернатором на уровне, выйти на уровень 450-500 тысяч тонн ежегодно. А это вообще разумно и реально, поскольку все-таки у нас климатические условия, в общем, не очень подходят для выращивания пшеницы высоких сортов и твердых сортов, да? Может быть, лучше там свиней выращивать и комбикорма, которые… Очень правильно все говорите. На самом деле, вот я же сказал, что 800 тысяч тонн, которые потребляет весь Пермский край, это с объемом как раз потребления животноводства, в том числе и на комбикорма и так далее. И, соответственно, вот акцент в производстве зерна, азимых, игровых культур и так далее, все-таки в сторону фуражного зерна, которое используется не в продовольственных целях, а на фураж, на корм скоту и так далее. Вот смотрите, Иван Петрович, мы обозначили нашу тему как проект «Здоровое питание». Слава Богу, прошли те времена, когда считалось, что все импортное, это гораздо вкуснее, более качественное и приобреталось населением с таким восторгом. Сегодня никто колбасу даже из соседнего города покупать не будет, не то что импортную. Что касается мяса, естественно, все сейчас хотят сырье местное покупать, яйцо местное, птицу местное. Так вот, в чем же этот проект заключается «Здоровое питание», как он поможет фермерам и как он поможет нам, потребителям этой продукции? На самом деле, проект «Здоровое питание» состоит из нескольких частей. Первая часть этого проекта – создание условий и организация, по сути, различного рода ярмарочных мероприятий. На сегодняшний момент в целом по краю, если говорить весеннее, осеннее, и есть такой формат ярмарки выходного дня. В общей сложности мы с муниципалитетами организуем порядка 400 ярмарок по краю. Я немного не понимаю, вы мне просто поясните. То есть ярмарки, они, в принципе, существовали всегда? Не всегда. Ну, скажем так, вот я, сколько себя помню, всегда были какие-то сельхоз-ярмарки, где приезжали со своей продукцией фермеры или частники. Рынок, пожалуйста, это вечная ярмарка нашей продукции. А вот ваше участие в этом какое? На самом деле количество ярмарок было гораздо меньше, и они проходили в основном в городе стихийно. Сейчас мы выстроили систему этих ярмарок. Как она работает с производителем, эта система? Ну, получается, мы требуем от оператора этой ярмарки, чтобы там преимущественно были наши местные товаропроизводители. И как раз это тоже очень важная задача, которую мы ставим, чтобы, в частности, по саженцам очень большая проблема. По семенам тоже. По семенам, да. Есть фальсифицированные или саженцы, которые привезены из других регионов, которые у нас не акклиматизированы и потом плохо растут в наших условиях. И потом предъяви кому-то претензии, что у тебя не растет, да? И самое главное, сейчас мы требуем от операторов рынков ярмарок, чтобы они обозначали, что за фермер, из какого района, с какой продукцией, получали какую-то государственную поддержку. И в муниципалитетах тоже на этом очень жестко стоим. Буквально на прошлой неделе прошла видеоконференция с главами районов и городов, и муниципальных районов, где мы очень так настоятельно рекомендовали, в том числе мы же оказываем бюджетную поддержку на организацию этих ярмарок. И как раз сейчас принимаем совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли нормативный акт, который бы определял порядок организации этих ярмарок. Но местное, это не значит, не равно качественное, правда? В любом случае должны быть какие-то санитарные проверки. Само собой. Все ярмарки, мы информацию по всем ярмаркам направляем Роспотребнадзор, который проверяет на соответствие законодательству. Есть ветеринарные службы, которые тоже имеют обязанность проверять объект торговли и предпринимателя. Это обязательно. То есть на ярмарки, как правило, практически не выходят предприниматели без документов. То есть ветеринарно-сопроводительные документы, это в самом начале были проблемы с этим, но сейчас мы решаем эту проблему. К нам в редакцию нередко поступали вопросы по качеству меда. Особенно это касалось заезжих купцов-молодцов, которые привозят меда таких названий и сортов, у деревьев вообще таких цветов даже нет. И запахи, персика и так далее. Чего только туда не намешивают. А у нас мед как-то проверяется тот, который поступает на ярмарки?